Приветствую вас! Первый момент, который я хотел бы вам сказать, в том, что если вы любите человека, то как вы не заставляли себя в него влюбиться, как вы не заставляли себя в него влюбиться, как вы не заставляли себя. Испытывать к нему чувства, так вы вряд ли сможете заставлять себя и его разлюбить. Вот. Значит, потому что чувства, они от вас как бы, чувства, они от вас не зависят. Именно чувственная составляющая, она от вас не зависит никак. Вы не сможете разлюбить человека. Но что вы можете сделать? Во-первых, вы говорите о том, что вы не можете жить без него. Вы не можете жить без этого человека. И, соответственно, попробуйте в первую очередь, в первую очередь подумать, почему вы не можете жить без этого человека. Что определяет у вас потребности в этом человеку? Почему вы так сильно в нём нуждаетесь? С чем связана нужда? Ведь если вы не можете без этого человека, значит, вы в нём остро ныздаетесь. Надеюсь, вы здесь не будете со мной спорить. А если вы остро ныздаетесь в человеке, значит, для этого есть причины. У этого есть обоснование. У этого есть ваши потребности. Вот именно про ваши потребности и нужно говорить. Что это потребности? Какие это потребности? Почему вы реализуете их именно через человека и только через человека? Да? И так далее. Это первый и самый важный момент. Далее желательно, чтобы вы сами для себя определили, что есть вообще, что есть вообще говоря, любовь. Какая она, эта любовь. Что из себя представляет вообще любовь. Как вы эту любовь понимаете сами? Как вы сами понимаете любовь? И так далее. Это тоже очень важные моменты, о которых мы с вами говорим. Потому что вы говорите, что вы человека любите. А что вы при этом хотите от человека? Что вы при этом желаете для человека? Старайтесь подумать. Как вы человека позиционируете? Как вы относитесь к человеку? Чего вы желаете для человека? И так далее. Если вы желаете чего-то для себя, если вы желаете чего-то для себя в контексте человека, то совершенно очевидно, что это не для вас. Совершенно очевидно, что вы идете по неправильной, неверной дорожке. Совершенно очевидно, что если вы хотите чего-то для себя, от человека, то это значит, что речь идет не о любви, к сожалению. Речь идет опять же о некой зависимости. И вот если мы говорим про зависимости, про вашу зависимость от человека, я хочу, чтобы вы это постарались для себя как можно лучше, ну, как можно лучше понять для себя этот момент. Если мы говорим про зависимость, вашу зависимость от человека, то это не любовь, это потребность. И потребность нужна, в первую очередь, именно потребность вашу нужно реализовывать и удовлетворять. И вот об этом я хотел бы, чтобы вы как следует подумали, об этом я хотел бы, чтобы вы как следует поразмышляли, потому что это очень важный момент, очень важный момент этого. Что это именно потребность, не любовь у вас, если вы хотите человека как-то забыть, если вы хотите человека как-то разлюбить. Разлюбить нельзя, иметь отношение к себе, удовлетворить свои потребности и стать, условно говоря, там, более свободным, например, от, ну, от него, да, я имею ввиду от вашего, ну, от вашего любимого мужчины. Да, это можно, это можно, и это определенная работа по личностному росту вашему, это определенная работа по определению потребностей, опять же, ваших же потребностей в первую очередь. Понимаете? И правильное их удовлетворение. Это проработка своей модели, значит, своей модели поведения, как женского поведения, так и модели мужского поведения, приемлемой для вас. Эти все моменты, они действительно нуждаются в том, чтобы вы их, как следует для себя, уяснили, как следует. Вот, я думаю, что вам так можно ответить вам на ваш вопрос. Надеюсь, что помог вам, если у вас какие-то дополнительные, дополнительные еще вопросы остались, буду рад помочь вам. Пишите в личку, вот, если понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Продолжение следует...